А сейчас к нашей рубрике «Большая семья. Тверская традиция», приуроченная к Году семьи. На этот раз наша съемочная группа отправилась в гости к многодетной семье Веселовых из Твери. Родители воспитывают четверых детей. Главное их увлечение – путешествия по России. Все вместе они посетили уже более 60 регионов нашей необъятной страны и останавливаться не планируют. Как семейные путешествия стали большим всероссийским проектом, расскажем в нашем сюжете. Даже не знаешь, с чего начать. Самый верх – это у нас Заполярный круг. Это Мурманск. Центральное место в комнате занимает огромных размеров доска, на которой красуются магниты из семейных путешествий Веселовых. Они объехали уже более 60 регионов нашей страны и останавливаться не планируют. Путешествуют они исключительно всей семьей. Чтобы дети так же развивались, так же видели свою родину необъятную, большую. И вместе веселее, на самом деле. Вместе веселее в семье Веселовых. Внимание, марш! Этим летом Веселовых ждет самое длительное и чарующее путешествие длиною в месяц. Все его с нетерпением ждут, особенно дети. Мы поедем на Байкал. Это твоя мечта, твоя идея? Мы хотели два года назад уже осуществить эту мечту, но у нас получилось. Путешествие стало возможным благодаря победе Марины в творческом конкурсе Межрегионального фестиваля Русского географического общества «Открываем Россию заново всей семьей». Многодетная мама стала абсолютным победителем. Семья получила сертификат на 100 тысяч рублей на путешествие по России всей семьей. На эти деньги они приобрели билеты, а многодетная мама подготовила обширную программу. Мы решили уехать в Бурятию, в Улан-Удэ, оттуда в Усть-Баргузин. И с той стороны тоже заказали экскурсию по заливам на теплоходе. А обратно мы будем возвращаться, покорять Сибирь полностью. Благодаря семейным путешествиям родился и семейный проект «Веселые путешествия». Многодетные родители берут с собой в поездки помимо своих детей, детей из других многодетных семей. Большой компанией вместе они посетили уже несколько городов. Тулу, Вологду, Калугу, Архангельск и Новороссийск. Теперь проект вышел на новый уровень и приобрел всероссийский статус уже с новым названием «Необъятная Россия». Некоторые мамы, например, в положении пока. Они не могут себе позволить ездить в поездах. Старшие дети выросли, им хочется уже открывать мир. Узнавать свою родину не по картинкам из учебника, а видеть это воочию. Мы приехали, когда из Новороссийска, настолько было грустно, как будто бы мы расстаемся со своими детьми. То есть это наша большая семья, необъятная Россия. И они уже по возвращению говорят «Марина, Леша, куда мы еще поедем?» Помимо путешествий у каждого ребенка есть свое хобби. Старший сын Григорий – волонтер, Евдокия занимается рисованием, а две ее младших сестры – спортсменки. Они всерьез увлечены акробатикой и с удовольствием рассказывают о своих спортивных достижениях. Вот этот кубок, он у меня по танцам, а все остальные по акробатике. Я на двойном мини-трампе прыгаю. У меня шесть первых мест, два вторых и два третьих. А еще два третьих места – это моя младшая сестра, она только начала год назад. Мы желаем веселовым, ярких, незабываемых путешествий и покорения новых вершин и горизонтов. Продолжение следует...